В СМИ появлялись информации о том, что Ваша команда ведет переговоры с командой Адамика и HBO о том, что обои в марте на Медицинском Вейргарден в Нью-Йорке. Это соответствует действительно? Да, мы ведем переговоры с очень многими соперниками, но по большому счету не можем сказать сегодня ничего более конкретного, так как каждый из соперников, то есть контракты не подписаны, а только лишь переговоры. А собежает то, что HBO игнорирует последние бои против Кичко? Вы знаете, самый большой канал Америки, ESPN, с телевизионной аудиторией, больше 300 миллионов показывал этот поединок в прямом эфире. HBO не показывал, тот традиционный боксерский канал, но я хочу сказать, что наши бои не остались незамеченными в Мекке боксу в Соединенных Штатах. Виталь, ну вот Вы сказали, что пока нельзя с казахским соперником. Это самое желание. Дэвид Хэй. Для меня Дэвид Хэй, так как он владеет только лишь потому, что он владеет поясом чемпиона мира, тем единственным поясом, которого еще в семье Кичко нет. Мы владеем практически всеми поясами, остался один. А еще осталась вера в то, что этот поединок состоится? В общественности и зрители, болельщики делают огромное давление на Хэй. У него нет выхода. Либо он должен объявить, что он не хочет боксировать против Кичко и тем самым подписаться под словами, что да, я боюсь боксировать, что означает еще хуже, чем поражение. Либо все-таки выходить в ринг и боксировать. Вы приглашали Дэвида Хэя в качестве почетного гостя на предыдущий свой бой в Сосновск, что он не приехал. Сейчас Вы ему посылали приглашение? Я знаю, что он сейчас готовится к поединку с Хэрисоном, и поэтому не было смысла его приглашать. Лидар, хотел бы то же самое, что перед этим был вопрос по полу голову Хэя, спросить то же самое о поединке с Валузом. Как Вы видите, какая вообще вероятность такого поединка, если Николай или пускай операции восстанавливается? Если нет, понятно, вопросов нет. Я подозреваю, что для Николая уже занятие боксом старостепенное, даже третий степенный, он мне сказал, даже в виде обращения, он говорит, мне есть чем заниматься, кроме того, чтобы вести переговоры или боксировать. Если он выбрал направление интертеймента, значит, или сниматься в кино, пусть идет по этому пути и не делает заявлений. Если хочет боксировать, пусть выходит и боксирует. И буквально последний вопрос по поводу Хэя, скажите, пожалуйста. Вы сказали, что под давлением общественности должно сломаться. Можно каким-то образом, так сказать, да, через год, через два, наверняка будет какая-то реакция? Да Вы что? Нет, через год, через два. Я думаю, что в ближайшие полгода мы должны услышать ответ о Дэвида Хэя. Я не собираюсь ждать год или два.